А в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга в День защиты детей был совершен молебен с участием детей-сирот из социальных учреждений города. Вознесем молитву ко Господу, сделаем это неформально, от сердца, чтобы пришла помощь в жизнь детей, которые очень сильно в этом нуждаются. Так обратился ко всем собравшимся на богослужение священник Феодосий Амбарцумов, руководитель Координационного центра по работе с детьми, оставшимся без побечения родителей при апархиальном отделе по церковной благотворительности. 50 детей – воспитанников социальных учреждений Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В Международный день защиты детей они приехали в Спасо-Преображенский собор вместе с наставниками, опекунами, волонтерами, чтобы все вместе соборно вознести молитву о тех, кто нуждается в поддержке и помощи. В этот день в первую очередь вспоминают сирот, конечно. Сирот, и поскольку это не только у нас в стране празднуется, но и Международный день, то и тех детей, которым невероятно плохо сейчас. Мы, может быть, даже не можем представить себе глубину страданий, которые находятся в различных горячих точках, умирают от голода. Вот есть дети, которые тысячами умирают от голода в наше время, когда мы вот сейчас с вами разговариваем, да. И, конечно, сердце болит за таких детей. И что можем, то делаем. Молимся Богу об их спасении и избавлении. На молебне присутствовала уполномоченная по правам ребенка Светлана Агапитова. Она явилась организатором инициативы совершать молебны в День защиты детей перед Младыкой. Правящий архиерей, митрополит Варсонофий, Санкт-Петербургский и Ладожский благословил. Такой вот день, я не знаю, он для нас, с одной стороны, как профессиональный праздник, с другой стороны, мы напоминаем всем людям, и верующим, и пока еще не верующим, о том, что есть такие маленькие человечки вокруг нас, которые нуждаются в нашей защите со стороны взрослых людей, со стороны людей, которые хотят, чтобы их детство было счастливым. Дети и сами понимают, что на взрослых возлагается большая ответственность перед ними. Говорят, что и они, в свою очередь, должны быть послушными. Чтобы всегда соблюдали правила безопасности, это самое главное. Потому что, если не соблюдать правила безопасности, можно попасть в очень нелегкую ситуацию, и что-то серьезное может произойти. Также надо детям слушаться взрослых, чтобы взрослые никогда плохого не посоветуют. И еще лучшее, чтобы родители присматривали всегда за своими детьми. Мы, дети, хотим, чтобы о нас заботились, нас любили, слушали, прислушивались, и говорили нам ласковые слова не только 1 июня, День защиты детей, но и всегда, каждый день. По благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофе в этот день были совершены молебны о здравии детей на всей территории Санкт-Петербургской епархии.